Девчонки, всем приветик! Вы попали на мой канал, меня зовут Полина, и в сегодняшнем видео у нас будут покупки прокладок и бьюти-штучек. Я думаю, что многие из вас знают, что я уезжала на все лето в Украину, но так сложились обстоятельства, то что я вернулась раньше, чем планировалось, но все равно за это время я успела там купить различные прокладки, бьюти-штучки, косметика и уходовые средства, которые я вам сегодня покажу. Но сразу же вам скажу, что это будут не все мои покупки, потому что в одном видео я решила все не показывать, а разделить эти покупки на несколько частей. Поэтому надеюсь, что именно эта первая часть вам очень понравится. Приятного просмотра! Начать я хочу с вот таких вот прокладок Fasel Ultra Normal с алоэ вера на 3 капельки, в упаковке 16 штук. Эти прокладки идут с алоэ вера первого размера. Я очень давно хотела купить эти прокладки, я знала, что они продаются в Украине именно вот в этом магазине Watsons, и, конечно же, когда я их увидела, безоговорочно их купила. Стоили они 43 гривны, это дорого за такое количество прокладок, хотя оно не очень обычное, потому что обычно в таких вот пачках 10 штук прокладок, но здесь 16 штук. Производитель Rossmann, это немецкая фирма, то есть эти прокладки немецкие, и вот такая вот у них линейка, очень похожая на линейку у прокладок Always. Ну что же, давайте откроем эти прокладки. Мне уже очень не терпится их открыть. Вау, посмотрите! Какая классная упаковочка у них! Есть ярлычок И вот такая вот прокладочка. Мягенькая, приятная поверхность. Есть пунктир на крылышках. И вот такая вот она полностью внутри. Присутствует такой вот легкий, нежный дизайн. Мне он безумно понравился. Прокладки гнутся хорошо. То есть, я думаю, в них будет комфортно. Клей. Могу сказать, что он не супер какой-то прям цепкий, но нужно пробовать. Так, ничего точно сказать не могу, но сзади расположены две полосочки клея. Крылышки широкие. И на крылышках клей немного слабоват. Не знаю, нужно пробовать. Я очень надеюсь на то, что они мне понравятся, поэтому будем пробовать и смотреть. Следующая моя покупка, это, опять же, прокладки фасель. Только уже лимитированная версия, и именно эти прокладки я купила за один день до отъезда обратно домой. Мне очень понравилась их упаковка, и я их сразу же взяла, тем более они были по скидке. Стоили они 34 гривны. Кстати, прошлые прокладки, которые я вам показывала, на тот момент тоже были по скидке. Вот так вот получается, как обычно покупаешь прокладки по обычной цене, а потом буквально через неделю выставляют на эти прокладки хорошую скидку. Итак, давайте рассмотрим упаковочку. Очень такая симпатичная. Здесь написано то, что эти прокладки с мягкой поверхностью, первого размера. Это получается на 3 капельки, ну и, собственно, ничего такого больше не написано. А вот длина 230 мм и линейка точно такая же, как и на прошлых прокладках. Итак, давайте их откроем. Пачка открывается не очень, но все же она открылась. Кстати, упаковки у них точно такие же. А, нет, не точно такие же, посмотрите. Отличия все-таки есть, и, во-первых, это дизайн упаковочки, потому что задняя часть абсолютно белая, и вот здесь вот в начале есть буквально небольшой легкий дизайн. И вот дизайн прошлых прокладок. Также отличие в том, что ярлычок приклеен по-другому. Здесь вот таким вот образом, а здесь вот таким вот образом. Ну а теперь давайте откроем и посмотрим, какие они внутри. Мне кажется, что они точно такие же. А, нет, девочки, не точно такие же. Дизайн все-таки внутренний, у них другой. Более яркий, мне кажется. Вот наши первые прокладки. И вот, вот эти вот. Да, он точно такой же, только более яркий. Запаха у них особого я не заметила. Следующая моя покупка – это прокладки Lingerie Normal Ultra с поверхностью мягкая сеточка на 4 капельки, в упаковке 10 штук. Эти прокладки я покупала в магазине Eva за 23 гривны, если я не ошибаюсь. Упаковочка у них вот такого вот красивого голубо-синего цвета. Симпатичная продавец мне говорила, что эти прокладки очень-очень классные. И я сама видела эти прокладки на каналах других девчонок, поэтому безоговорочно тоже их взяла попробовать. Так, пунктир здесь расположен. Открываются очень сложно эти прокладки. Вау, посмотрите, какие упаковочки красивые. Девочки, они такие красивые. Посмотрите. Я просто в шоке. Вот такой вот ярлычок. Так, я сейчас порву упаковку эту замечательную. Открываются очень-очень тихо. Так, и внутри у нас вот такая вот прокладка. Здесь уже пунктира нет на крылышках. Смотрите, девочки, по ощущениям сеточка у них жестковата. Вот скажу, что жестковатая. Не супер какая-то пластиковая, но жестковата. Меня не особо сейчас впечатлила поверхность, но дизайн у них шикарный, честно. Очень шикарный. Максимально классный. Единственное, я разочаровала то, что вот ярлычок вот так вот плохо открывается. И то, что вот поверхность жестковата. А так все очень даже классно. Так, давайте посмотрим клей. Клей у них, в принципе, цепкий. Тоже нужно пробовать. Аромат небольшой есть. Да, небольшая одушка есть, но я даже не знаю, это было прям целенаправленно, или же просто это аромат материала какого-то, из которого сделана прокладка. Ну и последняя на сегодня покупочка прокладок. Это вот такие вот ежедневные прокладки от фирмы Watsons. Покупала я их также в этом магазине за 24 гривны по скидке. Без скидки они стоили 34 гривны. Вот такая вот у них красивая упаковочка, очень классная. Мне нравится дизайн этой упаковки. Кстати, это новый дизайн. И они идут с ароматом лаванды. В упаковке 40 штук, и длина этих ежедневок 15 сантиметров. Открываются они вот здесь. Давайте их откроем. И смотрите, какие они внутри. В тихих индивидуальных упаковочках. Раньше они были в таких вот клеенчатых, а сейчас в тканевых. Индивидуальная упаковочка с ярлычком. Очень милое такое исполнение. А внутри ежедневочка не изменилась. Все точно такая же. С мягенькой поверхностью, с вот таким вот дизайном легким. И с хорошим клеем. Клей у них цепкий, хороший. Мне эти ежедневки нравились до этого. Я их пробовала. Но, конечно же, из-за того, что это новый дизайн, возможно, они как-то изменились по своему качеству. Но я не думаю, что в какую-то худшую сторону. Поэтому этой покупочкой я очень-очень довольна. Давно хотела эти ежедневочки. И рада, что их купила. Теперь давайте перейдем к бьюти покупочкам. И моя первая покупка. Это гель для интимной гигиены. 250 мл. Его я купила за 54 гривны, если я не ошибаюсь. Это, в принципе, хорошая цена. Он тоже был по скидке. Без скидки точную цену я не помню. Покупала тоже в магазине Watsons. Вот такой вот он сзади. Кстати, производитель Великобритании. Что, мне кажется, прикольно. Но вот по поводу состава. Я не знаю, насколько он хороший. Я пока что не разбиралась в теме составов каких-то гелей для интимной гигиены. Поэтому, насколько он хороший, сказать не могу. Но по своей консистенции он жидкий. Не как обычные гели. То есть у меня было несколько гелей уже до этого. И они были более густые. Этот же гель такой жиденький, прозрачный. И присутствует очень-очень приятный аромат. Немногим понравится, но мне он нравится. Он не сильно какой-то ярко выраженный, легкий, приятненький аромат. Пока что мне этот гель нравится. Но хочу также спросить у вас, девчонки. Если вы им пользовались, то напишите, пожалуйста, свой отзыв в комментариях. Как вам этот гель? И вообще, если вы разбираетесь в составах, то хороший ли у этого геля состав. Покажу его поближе. Также я купила вот такой вот дезодорант от фирмы Isana и также производитель Rossmann. То есть, повторюсь, немецкая фирма. Покупала по скидке за 34 гривны. Без скидки он стоил в районе 49 гривен с ароматом арбуза. Что хочу сказать. Аромат у него приятный. Мне нравится. Он не сильно какой-то химозный. Ну, конечно, у каждого свое мнение. Кому-то понравится, кому-то нет. Но в целом мне этот аромат очень даже зашел. Могу посоветовать его. Я заметила то, что когда я им пользуюсь, немножечко в зоне подмышек у меня есть пощипывание. То есть, что-то все-таки в этом составе не все идеально. У меня кожа чувствительная, поэтому могут быть раздражения. Особых раздражений я не заметила. Работает он хорошо. Просто вот как факт у меня есть какие-то покалывающие ощущения. И вот такой вот он сзади. 150 мл. Покажу вам состав поближе. Вот такой вот состав. Кстати, только что заметила то, что в составе есть алкоголь. Собственно, из-за него у меня может быть какое-то покалывание, пощипывание. Это естественно. Но я не знаю, хорошо ли это, что в составе есть алкоголь. Потому что, возможно, в зоне подмышек кожа будет сушиться из-за него. Не знаю, хорошо ли это. Но в целом мне нравится этот дезодорант. Последняя бьюти-покупочка, которую я вам покажу. Это корейская пенка для умывания от фирмы Фруде. Мне очень нравятся такие пенки. Я уже ими пользовалась. И могу сказать, что просто обожаю эту фирму. Мне они безумно нравятся. Классно очищают лицо. Просто максимально его очищают. Поэтому могу вам посоветовать. Если вы найдете такой гель, ну, пенку-гель у себя в магазине. Я покупала в магазине Ватсонс. Опять же, я много всяких уходовых штук там покупала. За 79 гривен по скидке. Без скидки эта пенка стоит 140 гривен. А вообще, приехав сюда обратно домой, я зашла в магазин и увидела точно такую же пенку. За 530 рублей. Представляете? То есть, насколько цены отличаются в магазинах в Украине и здесь у нас. Давайте я вам покажу поближе. Состав. Кстати, это пенка с ягодами асай. Своей подружке на день рождения я купила точно такую же пенку, только с манго. На этом видео подходит к концу. Мне безумно приятно, что вы досмотрели его именно до этого момента. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всех очень сильно люблю и целую. И пока-пока. До встречи в новых видео.